Доброе утро, дорогие ребята! Я приветствую вас на уроке русского языка. Проведем словарную работу. Подберите синоним к слову машина. Автомобиль. Запишите слово в тетрадь, поставьте ударение, выделите непроверяемые гласные. Это слово пришло к нам из французского языка. Составлено же оно из двух слов. Греческого autos, что значит сам, и латинского mobilis, означающего движущийся. Вот и получается. Автомобиль сам собою движущийся. В нашем языке много слов, в которых есть часть авто. Вспомните такие слова. Автокран, автовокзал, автопогрузчик и другие. Запишите их в тетрадь. А сейчас повторяем то, что знаем. О какой части речи мы с вами говорили на предыдущих уроках? О имени существительном. Что мы знаем про имя существительное? Это самостоятельная часть речи. В начальной форме отвечает на вопросы, кто, что. Имеет род мужской, женский и средний. Изменяется по числам. Изменяется по падежам. В предложении является главным или второстепенным членом. Молодцы, ребята! Вы хорошо усвоили знание об имени существительном. А как вы думаете, какие слова делают нашу речь яркой, выразительной и нужны для описания предмета? Я слово ищу необычное, звучное, особое, сильное, самое лучшее, короткое, длинное, красное, синее, неброское, яркое, очень красивое. Оно уменьшительное или ласкательное. Его называют еще прилагательное. Тема нашего урока – имя прилагательное как часть речи. Сегодня на уроке мы с вами уточним знания о грамматических особенностях имен прилагательных, их роли в предложении и речи. Вспомним, что такое имя прилагательное. Имя прилагательное – это самостоятельная часть речи, которая обозначает признаки предметов и отвечает на вопросы. Какой? Круглый, красный, сладкий. Какая? Рыжая, хитрая. Какое? Яркая, теплая. Какие? Вкусные, шоколадные. Имеет род, число и падеж. Какова роль имен прилагательных в речи? Проведем наблюдение. Прочитайте текст. Наступила весна. Тает снег, журчат ручьи, Светит солнце, Летят птицы. О чём этот текст? О весне. А вот, ребята, посмотрите, ещё один текст. Давайте его тоже прочитаем. Наступила ранняя весна. Тает последний снег. Журчат говорливые ручьи. Светит ласковое солнце. Светит ласковое солнце. Летят голосистые птицы. А этот текст о чём? Правильно, тоже о весне. Можно ли считать эти тексты одинаковыми? Что же отличает первый текст от второго? Как вы думаете? Конечно, это наличие прилагательных во втором тексте. А какую роль сыграли эти прилагательные в данном тексте? Давайте сделаем вывод. Имена прилагательные в речи нужны для того, чтобы речь была красивой, яркой, интересной. А теперь обратите внимание на второе предложение. Назовём прилагательное, которое там используется. Последний. Я думаю, это прилагательное не такое уж красивое. Как вы думаете, можно ли было взять, например, слово пушистый, серебристый, искристый? Давайте подставим одно из этих прилагательных в это предложение. Например, прилагательное серебристый. А теперь посмотрим на эти предложения и скажем, в котором из них более точно описывается весенний снег. Конечно, с прилагательным серебристый. Давайте сделаем вывод. Для чего же нам ещё нужны в речи прилагательные? Имена прилагательные в речи нужны для точности описания предмета. Они делают речь более яркой, выразительной, образной. Определяю я предметы. Они со мной весьма приметны. Я украшаю вашу речь. Меня вам надо знать, беречь. Имена прилагательные всегда связаны с именами существительными. Существительное с прилагательным всегда дружат обязательно. Лист зелёный, лес густой, заяц белый, день большой. Напишите имена прилагательные вместе с подходящими по смыслу существительными. Проверьте себя. А теперь давайте назовём признаки существительными по цвету и по вкусу. Запишите словосочетание. Проверьте себя. И сделаем вывод. Имена прилагательные могут обозначать различные признаки предметов. Признаки вкуса, цвета, запаха, размера, высоты, формы, массы, материала, качества и другие. Имена прилагательные в речи нужны для того, чтобы речь была красивой, яркой, интересной, а также для точности описания предметов. Оказывается, если точно описать предмет с помощью прилагательных, то можно узнать его даже не видя. Давайте поиграем. Отгадайте, кто это? Бурый, лохматый, косолапый. Конечно, это медведь. Полосатый, сладкий, сахарный. Это арбуз. Спелая, круглая, сочная. Это яблоко. Запишите название предмета, который вы узнаете по признакам. Проверьте себя. Что позволило вам ярко представить предмет? Какая часть речи часто употребляется при описании предмета? Как вы думаете, слова какой части речи уточняют имена прилагательные? Конечно, это имена существительные. От существительных образуйте имена прилагательные. Проверьте себя. Думаю, у вас все получилось. Поставьте в текст описание прилагательные, подходящие по смыслу. Используйте слова для справок. Проверьте себя. Весной в лесу на деревьях лопнули душистые почки. Зеленеют маленькие листочки. Из земли показалась свежая травка. В траве цветут молодые одуванчики. Летят из улья пестрые пчелы. Я думаю, у вас получился красивый текст описания. Наш урок подошел к концу. Ваш багаж знаний пополнился знаниями об имени прилагательном как части речи. Спасибо! Вы успешно поработали на уроке. У предметов признаков немало. Надо лишь внимательными быть, чтобы речь наша красивой стала. Прилагательное не забудь употребить. Оцените свои достижения на уроке. Закончите предложение. Дайте характеристику своего настроения после урока. Прослушайте творческое домашнее задание. Составьте 10 словосочетаний существительное плюс прилагательное. А я благодарю всех за внимание. Спасибо за урок. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин